Скандальное дело о похищении человека, известным в Шимкенте бизнесменом, обрастает новыми подробностями. Сегодня еще два бывших сотрудника магазинов одежды заявили, что владелец под пытками выбивал из них признательные показания в краже товаров. Наши корреспонденты встретились с пострадавшими. 22-летний Нурзаджан Дарбек говорит, что впервые за месяц вышел из дома без страха. И то, признается парень, после того, как узнал, что известного владельца магазинов одежды все-таки отправили в СИЗО. Бывший товаровед утверждает, 8 апреля во время ночной инвентаризации в торговой сети он пережил настоящий ужас. Бахпетий Иролевич подошел ко мне, сказал, что Нурзаджан пойдет в кабинет, надо поговорить. Я хорошо встал, пошел в его кабинет. И в течение 10 минут он меня избивал. Я уже упал, закрывался как смог. Пинал меня, уже прыгал на меня. Тут заходит Махсад. Он в своей сотке показывает видео охранника с Кунаева. Там сама уже весь избитый, кровь из носа идет. Вытирает там и говорит, да, я брал им Нурзаду, отдал. Такое-такое-такое вещь. Если ты не напишешь, Махсад тебя сейчас увезет куда-то, там тебя ждет три парня. Они тебя будут по черному ломать, на бутылку посадят. Под пыткой давления мы уже написали то, что они сказали полностью. Однако этого боссу показалось мало, говорит юноша. И помощник вывез его за город и, угрожая, записал признание на видеокамеру. Бывший кладовщик Мирбек Шимырбаев заявляет, что из него признательные показания в краже выбивали по такой же схеме. В тот же день это было только уже ближе к 10 вечера. Максад меня повез в сторону русского кладбища, по дороге угрожал, а потом ударил три раза железной трубой по голове. Мне пришлось написать признание, что я украл вещей на 500 тысяч тенге, хотя я не брал ничего. Чтобы расплатиться с хозяином, рассказывает Мирбек, его маме пришлось взять кредит в полмиллиона. Но даже, говорит, после этого бизнесмен не вернул ему долговую расписку. Всего сейчас на рассмотрение прокуратуры и РОВД 5 заявлений в отношении предпринимателя, который, по данным следствия, свою причастность к преступлениям отрицает. Он говорит, что да, два-три раза избил. Пощущен, да, пощущен, Тахиру. Но он отрицает, что он незаконно похитил, задерживал Тах-Тахаджаева. Розыск, Мадий, Максад. Он является их простиком, но он никаких данных, даже фамилии, ему не указывает, держит, адрес не указывает. Адвокат бизнесмена Балгули Раисова как-либо комментировать новые скандальные подробности в деле своего подзащитного отказывается, ссылаясь на тайну следствия. Ирина Абрамова, Константин Исупа, Виталий Заянтинов, Seven News, Шимкент.